ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Следующий этап ее обязательно нужно перелить в чистую таву, иначе она схватывается. После того, как смесь разлили по стаканам, в каждой домешиваем цветной пигмент. Для начала добавляете по самой маленькой капельке и уже контролируете цвет. Если хотите более насыщенный, добавляете больше. По три минуты на каждый цвет пигмент должен полностью раствориться в смоле. Дальше приступаем к созданию художественной части картины. Мы будем лить капельками. Вот как она у нас потечет, так же будем регулировать. Выливаем смолу из стаканчиков на основу и формируем рисунок. Самый простой способ – произвольно двигать дощечку из стороны в сторону. Теперь нам нужно заполнить это пространство. Можно так же капать капельками. Сюда. Вот сюда уголочек. А это дальше не потечет, когда мы начинаем? Потечет. Вот в этом весь интерес рисования по всей этой смолы. Полная импровизация. Поэтапно все пустое место нужно заполнить цветом, самостоятельно регулируя рисунок. Направлять смолу можно не только двигая планшет руками, но и разгоняя краску феном. Плавными право плавными движениями. Дорабатываем узоры деревянными палочками или пальцами. Использовать можно все, что попадется под руку. Вот только спрогнозировать, каким будет окончательный рисунок, невозможно. Как и создать две одинаковые картины. И финальный штрейк горелкой. Убираем пузырьки в воздух. Оделось-то нужно аккуратно и очень быстро, чтобы смола не закипела. Вот, в принципе, работа уже практически готова. Через 4 часа можно будет снять бумажный скотч и на сутки оставить до полного застывания. Лучше всего смола схватывается в теплом сухом помещении без сквозняков. После того, как затвердеет, изделия шлифуют и полируют. Если все сделать правильно, стильный предмет декора можно создать за несколько суток. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня.